Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Слушайте, мне настолько понравилась наша с вами традиция чаще встречаться во влогах, что я думаю, мы будем ее продолжать. Как-то вот в последние месяцы влоги стали для меня настоящей душиной. Я сейчас на такой влоговой волне, поэтому обязательно будут и другие ролики, но я даже иногда сама пересматриваю свои влоги, и они настолько теплые, настолько душевные, я как будто каждый раз отдаю вам частичку себя. Кстати, вы часто мне пишите, что о, здорово, утром подъехал новый влог, я тут как раз заварила себе кофе или чай, а я по ту сторону экрана, здесь у меня дома также попиваю свой утренний кофеек, так что у нас с вами происходит, можно сказать, виртуальное чай и кофепитие. Я уже говорила, что у нас началось легкое поэтапное послабление всей этой карантинной истории, и мы долго думали, отправлять ли детей в детский сад, и, наверное, через несколько дней, ну практически через неделю, мы все-таки разрешим детям пойти в детский сад. Почему? Потому что, во-первых, они ходят не в государственный, а в частный садик, он очень простой, такой ненавороченный, но находится на территории частного дома, там очень маленькое количество детей, и также в каждой группе там будет до 5 человек. Я разговаривала с некоторыми мамами, в основном все работали удаленно, и как-то все сидели по домам, поэтому я думаю, что ничего страшного не произойдет. Я проверяю статистику, в Кракове нет много зарегистрированных случаев заболевания, каких-то особых изменений в нашем садике не предвидится, они на протяжении нескольких недель готовились к этому событию, к открытию. Также нужно было соблюдать строгие нормы санэпидемстанции, они получили какие-то там средства специальной дезинфекции, но дети не будут находиться там в масках, и также сказали, что нельзя приносить игрушки. Это пока что все, как-то в нашем случае все очень размеренно и спокойно происходит, но с каждой стороны слышишь разные истории. Кстати, помните, в начале года я оформляла Захара в школу, и сейчас я понимаю, что где-то моя интуиция меня не подвела, правильно сделала, что не пустила его в нулевой класс в 6-летнем возрасте. Ну, никто не мог предвидеть то, что произойдет, просто сейчас я не корю себя за то, что не пустила его, потому что где-то терзали меня сомнения, что, наверное, надо было его отдать в школу, тем более Томок прям так очень сильно на этом настаивал, но в конечном итоге сделали так, как хотела я. И еще с новостью о том, что наш детский сад снова открыт после этого карантина, поступила еще одна новость, что детский сад, в который на данный момент ходят наши дети, закрывается с сентября. По той причине, что хозяин в связи с наступающим кризисом, не знаю, почему ему так приспичило, продать частный дом, в котором находится садик, поэтому нам уже заранее сказали, чтобы мы присматривали новые варианты. Я как-то выдохнула, что хотя бы это вот, знаете, меня не будет беспокоить, что я уже записала детей в новую школу, в новый детский сад с сентября. Так что, что ни день, какие-то новости, какие-то изменения, и ко всем, к сожалению, не подготовишься, но тут нас пронесло. Помощники карантинные режут салат. Готовим вместе обед. Очень мелко, и осторожно на пальцы. Я тут вам тоже долго разы забираю. Конечно. Обе равновесные на уменьши элементы. Ты правильно делаешь? Мне кажется, Игнат, ты уже пообедал огурцами, пока ты режешь салат. Опа! Я же вам говорила, классная штука языки. Даже Захар, он справляется на 5 с плюсом. Супер-пупер! Захар, теперь ты всегда будешь чистить картошку и все остальное. Идеально Захар, ты почистил. Идеально, лучше уже быть не может. Ой, Игнат, подожди, помидор оставь, пожалуйста. Раз укроп готов, отправляем его в наши тефтели. Рецепт есть у меня в Инстаграме. Самое простое блюдо на обед. Вот и готов салат. Шеф-повар еще перемешает. И будет весенняя бомба у нас на столе. Зашли с Захаркой в H&M Home. Никого нет, поэтому мы спокойно себе рассматриваем. Ничего стараемся не трогать, только то, что нужно. И гляньте, какая классная чашка с надписью и с сердечком внутри. Ну, милашество. Тоже видела ее онлайн и вам оставлю ссылочку. Кому нравился листик черный, который у меня из магазина Action. Вот очень похожий, золотой сейчас есть. Вот эти чашечки очень красивые. А вообще я присматриваю какие-то новые бокалы для того, чтобы обновить. И вообще хочу как-то по-другому оформить немного сервант. Между прочим, очень стильный рогатый подсвечник. А свеча, помните, у меня тоже из осенней коллекции. Еще также я покупала плетеные подсвечники. Я не знаю, как так получилось, но сейчас очень много и в Заре, и также вот в H&M всяких аксессуаров типа плетеных. Вот такие стеклянные колпаки сразу с подставкой. И очень элегантные подсвечники. И не занимают много места. А я приехала за пальмой. Нашла фламинго на Алиэкспресс и ананас. Тоже могу с вами поделиться своими находочками. Пальмы я еще нигде не встречала, поэтому возьму ее. Будет красоваться теперь на фоне. Фантастически красивый сервиз. Чайник стеклянный, но для нас он маловат. И вот на таком подносе очень эффектно это все выглядит. Есть еще и белые, но тоже мы пьем больше чая, поэтому проходим мимо. Если бы найти такой в два раза больше, я бы без вопросов его взяла. В H&M в этом сезоне лимонная коллекция. И она также присутствует, как видите, свеча, горшочек и даже есть наволочки. Вы часто спрашиваете, откуда моя подставка для кистей. Это на самом деле горшочек для цветов. И он тоже из H&M. А сейчас вот такие тоже красивые. Но я не буду менять, потому что у меня есть то, что я очень люблю. Так, я поняла, что пальмы это сейчас какая-то тема. Так что в Юске тоже можно найти бюджетные подсвечники в виде пальмы. И в реальной жизни очень классно выглядят. Вот эти шарики тоже эффектные. Или вот какие удобные стенды для чего угодно. Причем они закрываются и ничего не будет пылиться. Или вот эти свечи. И коралл. Я так понимаю, что это коралл. Прям аж реалистично выглядит. И вот, пожалуйста, тоже листик. И тоже золотой. А, какая классная штука! Это отель для насекомых. Они иногда у нас расположены в городе. Также в зоопарке можно встретить. И там вон еще есть поменьше. И действительно там останавливаются всякие жуки. Мы сами видели, как они туда залезают. Ну и разные штучки также для сада. Вау, какая стильная ваза! Она, правда, немножко запылилась за время карантина. Стоит около 10 евро. И сюда так круто было бы поставить вот эти, знаете, такие пушистые, не колоски, но веточки, знаете, которые сейчас очень много где на фотографиях. Я прямо аж призадумалась. Давно их хотела. Возможно, за ней вернусь. И потом докуплю эти веточки. Я все сгрузила в один пакет. Давайте рассмотрим, что я купила. Этот уголок вы чаще всего видите у меня в видео. Поэтому мне хочется, чтобы здесь каждый раз были какие-то разные композиции. Я еще жду несколько посылок из разных сайтов. А пока что это все, что мне удалось купить в H&M и в Юске. Или как он там читается, этот магазин. Пальмочка из H&M. Она, кстати, не маленькая, сантиметров 30, наверное, на глаз. Не слишком тяжелая, смотрится супер стильно. Также в H&M я взяла вот эту свечу. Она из лимитированной коллекции. Но я думаю, что ничего особенного, в принципе, в ней нет. Просто она нейтральная. Мне нравится, как она смотрится с пальмой, например, с вот этим шаром. И пахнет розой. Роза, наверное, не всем понравится. Но я очень люблю этот аромат. Поэтому взяла ее. И когда она мне надоест, будем зажигать ее в зале или где угодно. Вы знаете, что у нас свечи без дела не стоят. Шар фантастический, красивый. Он прям какой-то гипнотический. Им уже убить можно. Он очень тяжелый. Ну, как очень. Бицепс можно подкачать. И также были разные вот эти пузырьки внутри. К сожалению, ничего не переворачивается. Так и хочется его покрутить, чтобы это все начало лететь. Но так он, конечно, очень прикольный. Поэтому взяла его в интерьере. Будет суперски смотреться. И можно даже несколько шариков таких купить. По-моему, они были в одном размере. Ну, классно было бы, если бы их было несколько и в разных размерах. Это свеча из актуальной коллекции. Это тоже. А вот эту я взяла на распродажу. Она на самом деле из рождественской коллекции H&M Home. Вот видите, что цена ниже, чем обычная. И здесь как бы календарь до Рождества. Но если ее повернуть просто зеленым цветом, то будет зеленая свеча. Мне захотелось добавить какой-то живости, какой-то свежести. Она в жизни, кстати, более насыщенного цвета, чем сейчас вы видите на камере. Ну, и, конечно, на Новый год, к праздникам эта свеча обязательно нам пригодится. Искусственный цветок я взяла также в Юске. Они там были разные. И мне очень понравился вот этот стильный маленький горшочек. У меня фон размыт, поэтому, в принципе, не видно будет, что это такой пластик-фантастик. Просто, чтобы была какая-то такая интересная нотка на фоне. И еще в Юске взяла треугольник. И, конечно, в жизни он мне не особо пригодится. Но зато на фоне или во время макросъемки, когда буду что-то вам вблизи показывать, это все мне очень нужно, потому что я люблю, когда эстетически красиво. И вот мне очень нравится, как вместе смотрится, например, вот эта пальма. Так. И вот эта свеча. Если включить еще подсветку, видите, какая она 3D-шная, классная. И еще обязательно отправлюсь за более компактной лампой. Это у меня вообще-то для поездок, но сейчас не было никакой LED-лампы такой маленькой. Пользуюсь тем, что имеется. И с вот этим листиком тоже очень классно будет смотреться, если на него поставить свечу. Но чаще всего я сюда, конечно, раскладываю какую-то бижутерию. Или вот на такой бархатной подставке свеча тоже очень хорошо смотрится. Это бижутерию добавила. Или цветная свеча и тоже какой-то однотонный листик. Достала иллюстрации, которые у меня давно. Покажу вам сейчас еще две. Я покупала их на сайте Покамера. Это польский сайт для всех, кто что-то там делает своими руками. Догадайтесь, какая из них моя самая-самая. В принципе, можно найти в интернете что-то похожее. Такие нежные листья папоротника. Тот же автор. А ничего похожего на это я не встречала. Очень изящные, такие легкие, нежные веточки какого-то растения. Для таких, как я написана, нужно проверить, что это. И прозрачная ваза. Я очень люблю, когда что-то так еще непринужденно лежит, как вот эта, видите, часть. И я думаю, что тоже периодически буду ставить их на фон. У нас прямо над комодом висит телевизор. Поэтому в моем случае не актуально, но я очень люблю, когда картины не только висят, но и стоят. Причем вот так рядом, чтобы была свеча, не слишком много всего наставлено. Смотрится очень стильно и интересно. В икее давно как-то я покупала две рамочки, типа состаренное золото здесь, как видите. И я хотела поставить их на полке над диваном, но с полкой не сложилось. И, кстати, хорошо. Но вот сейчас понимаю, что не зря я их не вернула. Сюда что-то распечатаю, типа какую-то надпись ставлю. И вот так мне нравится, как это выглядит вместе. Хоть этого никто помимо меня не видит, я решила обустроить свой комод. Он высокий. Вы видите только вот эту часть с выдвижными ящиками. А сверху будет стоять моя любимая иллюстрация, этот листочек, зелень с зеленью, все понятно. Лампа тоже из Икеи, буковка М и шар. Просто он кайфовый. Поэтому решила поставить его на видном месте. И вот такая ситуация будет происходить за кадром. А мы сегодня на день рождения. Рестораны не работают, только можно взять с собой. Но у нас тут покруче любого грузинского ресторана. Настя сама сделала хачапури. День рождения, между прочим, у Насти. И салат с какой-то грузинской заправкой. Захар уже не может выдержать. Кушай, кушай. Мы тут пристроились так классно на берегу Вислы. И людей сегодня немного. Специально выбрались в понедельник, а не выходные. А то здесь был аншлаг. Так вкусно тебе? Вешние для кальций. Такое могла придумать только Настя. Купила им набор для юных археологов. Вот нужно откопать драгоценности. Все во имя того, чтобы мы могли спокойно выпить кофе и съесть десерт. То мальчикам стало скучно. Нас напугал дождь. И мы пришли домой. А в квартире выдержать невозможно. Они уже игрались, 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 игрались. И что-то ели, судя по всему. И вот теперь Захар сказал, что будут целыми неделями заниматься. Но посмотрим, насколько их хватит. Покажите свои инструменты. Кисточка у вас, палочка. И что еще, Захар, у тебя? Где молоток? Где молоток? Тут и это вот так. Стучать надо, да? На пальцы, внимание. Хорошо, что они делают это у нас. Где мы немецкие? Еще у меня в кармане. Смотри. Вау. Археологи. Ё-моё. Настя, теперь два. Пождите. О. Блин. Мама, так же закупилась нам новая кошелька. Да. Ты же задолбалась его, ковля. Ощукуешь. У нас в воскресенье. И мы вновь дружно собираемся на велосипедную прогулку. Но любим мы это дело. Особенно Игнат сейчас готов даже спать с велосипедом. Я начала доставать свои летние вещи. Я еще сделаю разбор гардероба. И вот эту куртку я очень любила в прошлом году. Она у меня из Страдивариуса. И скорее всего в этом году есть что-то похожее. Если не у них, то где-то в другом месте я их точно видела. Поищу и поделюсь с вами своими находками, как обычно в инфобоксе. А вот эта футболка взорвала мой директ. Точнее такая же, только в бежевом цвете. Сначала я ее купила в белом. И мне она очень понравилась по качеству. Это такой плотный хлопок, который не растягивается, не выстирывается. С ним все в порядке. И футболка, между прочим, не подстреленная, не короткая. Поэтому я с удовольствием купила себе и бежевую, и вот такую хаки. Очень универсальные цвета. Там есть и серая, и черная. Я когда-то показывала вам такую белую, и хорошо о ней отзывалась. Поносила какое-то время, убедилась в том, что классная. И поэтому взяла еще. Теперь у меня, видите, хорошая, достойная база. Это мои штаны из Mango. Одеваюсь и поехали. Поехали. Автостопом домой едете? Вау, два с половиной часа, и наконец-то мы приехали. Мы находимся так далеко от Кракова. Шел дождь, было холодно, но мы справились. Замерзшие, голодные, холодные. Будем греться. На самом деле, это где-то 10 километров от Кракова. И очень прикольное место, которое Томак нашел совершенно случайно. И мы сюда регулярно заглядываем. Здесь можно купить какие-то вкусняшки, что-то сладкое, выпечку и покушать. Причем сегодня можно съесть даже осьминога. Так позитивненько все открывается. Столько работы у всех. Аж приятно посмотреть. Арбузный лимонад. Нужно будет тоже попробовать сделать. Прямо как в Португалии. Здесь осьминог и какая-то картофельная запеканка. Томак уже такое ел, говорит, вкусно. А здесь у нас мидии. А назад едем на велосипеде. Запаковали. И водитель нам сказал, что не нужно покупать билеты. В смысле, для велосипедов. Не для нас. Ой, классно вам на автобусе, да? Шатает нас чуть-чуть. Мы наконец-то вернулись домой около шести часов вечера. И у меня как раз появилось свободное время для того, чтобы разобрать свой гардероб. Я уже в последнее время знала, что мне это предстоит. Поэтому особо даже как-то аккуратно все не складывала. Так что сейчас убираю все шерстяные вязаные костюмы. И что-то теплое. То, что я точно не буду носить, когда станет по-настоящему жарко. И не могу сказать, что у меня здесь только осенне-зимний гардероб. И все какие-то актуальные вещи. Этому костюму уже года три, наверное. И вот эта рубашка у меня с прошлого года. Кстати, H&M ее повторили. Это лен. Я ее очень любила. Это вообще мой фаворит прошлого года. Жакет манго. Ему тоже, по-моему, года два. Но я люблю, когда все развешано по категориям. И я просто хочу убрать какие-то там теплые вещи, которые мне сейчас не пригодятся. Честно говоря, какой-то особой системы, организации у меня нет. Я смотрю по ситуации. И стараюсь развесить все таким образом. Во-первых, чтобы я все видела. Во-вторых, чтобы я особо не заморачивалась. И даже, например, если есть какие-то вещи, которые я люблю носить комплектами. Я, по возможности, развешиваю их так. Также по чистоте. То, как я что-то надеваю. Чтобы все было под рукой. Ну и чтобы мне было удобно. Понятное дело. Самый смешной момент. Я не могла понять, что это такое. Это халат из лаборатории Lancome. Который я надевала в пресс-туре два года тому назад. Вот. Вспомнила прошлое. Ну и продолжаю весь этот восхитительный процесс. Я занимаюсь таким делом где-то два раза в год. Для того, чтобы как минимум не забывать, что у меня есть в шкафу. Потому что особенно, когда что-то лежит на задних полках. Ты вообще забываешь о существовании какого-то платья. Какой-то кофточки. Так что все должно быть на виду. Спустя два часа промежуточный вариант выглядит так. Я поскладывала чисто зимние свитера, которые я точно не стану доставать в ближайшее время. Они также не требуют химчистки. Это вещи с шерстью, с кашемиром. Это тоже акрил. Но я ношу его зимой. Он слишком теплый для весны и лета. Я надеюсь, что не будет так холодно. И сейчас сложу их в шкаф. Еще парочка летних вещей. А сюда в свой органайзер, который у меня лежит за кроватью, я спрячу что-то более нарядное. Здесь вот какие-то платьица с пайетками, какие-то топы, юбки миди из плотного материала, леггинсы из эко-кожи. Тоже что-то с шерстью и жакеты. Сверху еще сложу, закрою. И вот это на самом деле все то, что я ношу исключительно в холодное время года или на выход. Остальное, как вы понимаете, такое на любой сезон. Ой, слушайте, бомба! Получилось даже удобнее, чем я хотела и чем я планировала. Как-то так удачно в этот раз я все перебрала. И теперь я точно знаю, что у меня есть. И на вот этих верхних полках, на этой, этой, этой и этой сзади ничего нет. То есть они полупустые. И сначала я все пораскладывала там в одной-двух, и некоторые остались пустыми. А потом я думаю, почему? Пусть лежит так. Зато я буду знать, что у меня в шкафу еще есть свободное место. В первом отделении вот туда подальше я сложила все темные брюки, которые менее охотно ношу. Когда тепло, спереди оставила только светлые джинсы. И я пересмотрела все и поняла, что все они такие более свободные, не сковывающие движения. Потому что мы очень много гуляем, то катаемся на велосипедах, то еще что-то. Короче, я сейчас предпочитаю такие типа мамфит. Со второй стороны у меня цветные брюки и шорты. Вот эти, помните, из прошлогоднего шоппинг-влога. Мы с вами снова скоро поедем. Во втором отделении то, что я ношу, скажем так, не каждый день. Это какие-то интересные вещички, также платья. Не могу сказать, что они прям обязывающие, но по настроению надеваю. То есть, когда я каблучок могу себе позволить. Здесь также находятся такие кардиганы, которые я надеваю в летнее время. Но когда прохладно, потому что они с шерстью. И еще здесь какие-то мои любимые жакеты. Еще здесь отдельно положила самые удобные в мире джинсы. Показывала вам их в покупках к весне и к лету. Это все мои джинсовые и не только шорты. Да, их есть здесь несколько. Но все они разные. Некоторые короткие, в них я хожу дома. Некоторые там подлиннее, чтобы кататься на велосипеде или выходить в люди. Ну, короче, все эти шорты я собирала на протяжении нескольких лет. Вот туда наверх я практически не достаю. Но оставила там платье, которое я все-таки, возможно, надену в этом году на свадьбу. На которую нас пригласили. Пока что ее переносят уже второй раз. Вот здесь все свитера. Еще добавила те, которые лежали в другом отделении. И это в основном все вещи, которые я ношу максимально часто летом, не считая, наверное, толстовок. Но толстовки у меня круглый год находятся здесь, потому что я люблю всегда их возить с собой. Наверняка вы часто видите меня где-то и на фотографиях, и во влогах. Это толстовки на китана с вот такими шнурками. Они, конечно, очень-очень классные и долговечные. Я их стирала миллион раз, и они до сих пор в идеальном состоянии. Вот это классная рубашка. Точнее, это как бы и бомбер, и куртка, и рубашка. Она с шерстью. Это бренд Лиджо. Очень крутая. И также советую вам присмотреться. Сейчас у них всевозможные скидки постоянно. Так что, если хотите качественную, вот такую объемную, то советую не масс-маркете брать, а у них. Здесь также какие-то льняные вещи, которые я подоставала. Платьица для дома. Они сейчас не разглажены, но я этим займусь как-то в другой раз. Сейчас у меня уже нет ни сил, ни настроения. Ну и что? Еще какие-то платья, которые я покупала пару лет тому назад. Внизу у меня разложены юбки. У меня их не так много, как оказалось. Вот джинсовая одна, вторая, две юбки миди, и там еще две сатиновых, по-моему. Это все какие-то домашние костюмы. И там дальше сзади сложены все трикотажные костюмы с шерстью, которые я показывала вам в холодное время года. Сверху четыре объемных свитера, ниже белые рубашки, всякие футболки. Это то, что я также ношу дома. То есть некоторые я надеваю, когда куда-то выхожу, а что-то, допустим, подумаю, что мне не жалко. О, вижу сейчас, что у меня и здесь куча каких-то свободных вешалок. Это не может не радовать. Ой, я, конечно, максимально заморочилась, как видите, разделила вещи по типу, рубашки, футболки, еще и по цветам. Отдельно белые, там отдельно с надписью, отдельно просто чистые, бежевые, черные и серые. Внизу я оставила какие-то гольфы, тонкие джемперы. Просто пусть висят, потому что, в принципе, мне не нужно столько свободного места, и я просто буду это все перекладывать. А здесь не то, чтобы отдельно, я часто подвинула, ну так, это обычно висит летом, какие-то топы. Вот, два и ромперы. С прошлого года, года три, наверное, ему, такой красивый желтый платье из резерт, вот это. Еще один комбез, ну да, какие-то такие вещи, самые любимые, которые ассоциируются у меня с летом. Ну, я все сделала. Слышу, что Томик еще и накормил малых внизу, так что я счастлива, останется их положить спать, и завтра они уже идут в детский сад. Я чувствую, что у меня ветрилось лицо, сгореть оно не могло, потому что я нанесла SPF, а потом началась буря. Вот, я не знаю, в Кракове это вообще такая тема, смотришь классная погода. Отправляешься на пляж, а с детьми, знаете как, одно, пятое, десятое там покушать, переодеться. Короче, пока выберешься, приезжаешь, час посидишь, и раз, началась буря. И то же самое с нами произошло сегодня, когда мы поехали на велосипедах. Вообще, на самом деле, трасса около 10 километров. Мы впервые ехали в кафе, которое мы сейчас любим, но оказалось, что на велосипедах это не так просто, по той причине, что вот началась буря, никуда не спрячешься. И также от одной автобусной остановки до другой приличное расстояние, и Захар уже готов был сдаться, но сдаваться было некому. Так что он очень, так знаете, гордился собой, когда доехал до конца. А вообще, полпути, когда начался дождь и всякое такое, он, конечно, ныл. Слава богу, я взяла куртки, и они не замерзли. Ну, то есть, как, было терпимо, когда ты едешь, то все-таки тебе не так холодно. Ну, ветер это не самое приятное, что могло с нами произойти, но физическая активность крайне важна. И вообще, вы знаете, когда мы куда-то ходим, когда мы что-то делаем, когда вот они просто физически чем-то занимаются, они гораздо лучше спят, Игнат ко мне ночью даже не приходит, ну и я сама сплю, как ребенок, что тут говорить. На этом буду заканчивать свой влог, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно. Всех целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.